Администрация цирка встретила нашу съемочную группу как старых друзей. Позже сотрудники цирка признали, что привыкли к визитам журналистов. Ведь в последнее время скандалов вокруг учреждений искусства становится все больше. На этот раз в сети распространилось видео цирковых животных, которые пытаются найти еду в мусорных баках. Видео опубликовала артистка Асланаима Широва. Данная ситуация, она не первый раз, когда животные, я считаю, потому что у меня тоже есть глаза. И каждый раз, когда я прихожу на работу, и не только я, но и другие сотрудники, мы видим, как они гуляют без присмотра. У верблюженка во рту был пакет, он уже жевал, понимаете, это о чем говорит, о том, что они голодные. Я попыталась вырвать пакет, потому что мы все знаем, что если животное проглотит пластиковый пакет, в течение нескольких минут это летальный исход 100%. В цирке нет условий для содержания животных. В конюшне всегда грязь за животными не убирают, их даже вовремя не кормят. Два новых приведенных верблюда и вовсе болеют, заявляет Асланаима Широва. Асланаим служит в цирке больше 15 лет. Как рассказывает каскадерша и лучница, сейчас многие артисты недовольны качеством работы нынешнего директора цирка, но молчат по тому, что боятся быть уволенными. За то, что я подняла вопрос коррупции, и об этом открыто выложила в социальные сети, на своей странице. И попыталась привлечь внимание нашего президента Садыра Нургоджевича, чтобы они пришли, чтобы он пришел так же, как он ходит в другие учреждения. Так же обращалась, чтобы к нам тоже пришли с проверкой и убедились, что мы очень нуждаемся в помощи наших кыргызских государственных цирк. Нарушив трудовой кодекс, действующий руководитель не раз увольнял сотрудников цирка, заявил бывший работник Мурадбек Акматов. Почему? Потому что я с юристами общался, и они сказали, что вы сокращены и уволены незаконно, незаконно, и вы подлежите восстановлению. И поэтому я подал в суд через нашего адвоката, то есть через своего адвоката. И дай бог, восстановимся. У меня, вот мой ученик, тоже самое они сделали, его тоже уволили, по статье сначала уволили, а потом он опять же обратился в суд, и он восстановился. Нам удалось встретиться и с директором госцирка Фархадом Бекманбетовым. Он рассказал, чтобы отремонтировать единственный цирк страны, требуется 300 миллионов сомов. Но таких финансов в госбюджете нет. Хотя проект обновленного цирка готов давно. Также он прокомментировал заявления отдельных сотрудников, недовольных его работой. Кыргызский опера болеет, кыргызский драмтеатр, русский драмтеатр. Они сейчас, опера болеет, кыргызский драмтеатр, там завершился капитальный ремонт, сейчас идет русский драмтеатр. В следующую очередь у нас. Есть люди, которые не работают, кто не занимается работой, они, естественно, идут таким провокациям. Сейчас уже, по-моему, третий или пятый месяц идут судебные процессы. Я думаю, скоро эти бывшими и не начнем одной, которые с вами жалуются, девушка. Сейчас на манеже госцирка выступают местные артисты, а также с кастролями приезжают зарубежные цирковые трупы. Цена билета зависит от представления места и ряда в зале. Уже после съемок Асланаима Широва сообщила нашей телекомпании, что на нее было совершено нападение со стороны сотрудников цирка. По словам женщины, вторую половину дня она уже провела в РУВД, где написала заявление на обидчиков. После того, как приехали журналисты телеканала ЛТР и отсняли материал, сторонники директора напали на меня за кулисами. Два раза ударили по голове и сломали ноготь. Я написала заявление в милицию. Я прошу общественность, руководство страны помочь мне добиться справедливости. Я всего лишь хотела, чтобы наш цирк наконец вышел на новый уровень и условия для наших артистов и животных стали намного лучше. Государственный цирк Бишкека открылся в 1976 году и с того момента здесь не проводился капитальный ремонт. На сегодняшний день в цирке работают 140 сотрудников. В прошлом году им подняли зарплату, но условия работы остались те же. Рахат Батребекова, Оскар Маратов, ЛТР, Бишкек.